Всем привет, ребят! Хорошего всем настроения! Сейчас вкратце постараюсь рассказать, как фармить палатиновые поля соло. В любой столице мы регаемся рядом со столом под названием Королевские приказы. Если у вас горное дело, лесоруб, а либо травничество, вы выбираете поместь Рунат. Если же у вас рыбалка, археология и охота, то убирайте сады Кизара. Поехали. Не хватает билетиков. Можно как раз про билетики рассказать. Королевские приказы даются по три штуки в день каждому персонажу. Если у вас, например, там несколько твинков, на каждого персонажа каждый день будет по три билета даваться. Максимальное количество – 10 билетов. То есть после того, как вы достигнете лимитов в 10, вам их каждый день больше давать не будут. Единственный способ увеличить этот лимит, либо просто получить дополнительные билеты, это искать бродящего торговца. Прокует он каждый час в разных столицах. И вот у него за кристалл разлома, вот за эти фрагменты разлома, можно купить сундучок, в котором с определенным шансом дропнется как раз вот Королевский приказ. Так, поехали. Да, хорош. Вот теперь точно поехали. Прислась. Сейчас расскажу вкратце особенность. Для хождения в соло вам понадобятся все инструменты зеленого типа, плюс синий инструмент основного типа, основной вашей профи. В моем случае это травничество. В самом начале сразу запоминайте, какие вам нужны здесь ресурсы. Белая гротезия – травничество, аметрин – горная, и кипарис – лес. Я обычно начинаю с левой стороны. Ну и желательно персонажа, который побыстрее бегает. И пошел сбор. На миникарте вы можете проверять, какие ресурсы находятся рядом, чтобы слегонца сэкономить время. В нашем случае гротезиям появится сейчас мешок, который мы не относим на базу, оставляем. И идем собирать дальше. Также можно на общей карте наводить на ресурсы и смотреть, либо просто по табу тоже отображаются ресурсы. Ну, если, например, вы целенаправленно хотите фармить только грибы, не собирать траву. Или какой-то определенный тип. Так, листница нам не нужна. Также по-хорошему в соло нужно убивать побольше мобов. Вот еще гротезия. Если она находится относительно рядом с базой, кстати, не всегда появляется мешок. Это тоже нужно учитывать. Вот если бы сейчас там был мешок, я бы его понес. Пронес бы 8 метров, положил и бежал бы дальше собирать ресурсы. Если опять же находится рядом с базой. Ну, вот на этом... Да, хорош. Корейский дроп. Хотел на этом примере показать. Ну, ладно. Тоже проверяем, что у нас там. Курчавник шестой. Ну, можно забрать. Переставляем инструменты на синие. Синие инструменты позволяют вам собирать цветы плюс 2 по вашему текущему уровню. В моем случае четвертый. Левел плюс синие инструменты позволяет собирать шестые. Вот здесь вот кипарис находится, но он относительно далеко от базы. Поэтому собирать я его не буду. Бежим дальше. Вот этот кипарис, в принципе, можно срубить. Инструменты других профессий, в принципе, зеленые. Вы их можете, эти профессии, не прокачивать вообще ни разу. Вам просто нужно получить мешок. Вот он прокнул. Мы его берем. Сразу с ускорением несем. Кладем на землю. На базу не несем. Просто тратим кулдаун. Чтобы потом нам ближе его было нести на базу. Вот у нас уже слева два мешка есть, которые мы потом довольно-таки быстро отнесем. Переставляем снова и синие инструменты. У травника есть еще талант флориста. Можно использовать раз в три минуты. Который якобы дает больше ресурсов, но на самом деле фигня. Если кому-то лень так переключаться, можете не заморачиваться. То есть, опять же, все ресурсы ниже шестого левела мы собираем зелеными инструментами. А ресурсы именно шестого собираем синими. Опять же, не забываем про мобов. Это важно. Желательно убить 30 и выше, чтобы в конце получить побольше жетончиков. За которые, в свою очередь, мы купим флазки. Вот так особо не увлекайтесь, просто по пути. Бахайте мобов. Вот пока собирается, можно посмотреть, что там дальше. Аметрин, который, в принципе, нам нужен, но, опять же, все, что сверху, лучше не подбирайте. потому что отсюда мешки таскать, это проблематично. Слишком много времени тратится на это дело. что у нас там? Давай видимых поцелуев. В принципе, трава 4-го левела можно не собрать, а просто сразу бежать направо. Опять же, здесь аметрин, который нам нужен, но нанести мы его отсюда не будем. тем более, два ресурса у нас уже подготовленных есть. Всего нужно 4 мешка для того, чтобы обновить локацию. Стравка рядом, в принципе, можно собрать. Аметрин, Гротезио. Ну вот здесь довольно-таки близко. Попробую, наверное, отнести один мешок. Не так, чтобы прям близко, но просто бывает случай, то, что когда вы будете дальше зачищать, там может тупо не быть мешков. Опять же, мы его не несем до конца, просто тратим кулдаун на скорость. Но так как я сражался с мобами, можно еще один кулдаун потратить. Все равно по пути. Все, у нас персонаж замедлился, ставим обратно. Ну так и быть. потратим еще один кулдаун, почему бы и нет. Кипарис. Кипарис нам нужен. Еще не забываем, то что когда вы несете груз, у вас появляется некая прочность. То есть пять попаданий от врагов можно выдержать. Когда по вам попадут всякие вот эти жучки пять раз, у вас груз исчезнет, поэтому старайтесь избегать получения урона. так собрали. В принципе у нас четыре груза подготовлены. Слева два и здесь два. Так, а мы здесь рядом донесем. То есть по факту все, что нам теперь нужно, это собрать справа траву. Не обязательно его сейчас относить. Хотел собрать траву, она взяла мешок, но отнесем. Варианта два. Либо зачищать справа локацию. То есть можете быстро проверить, что у нас там видимо поцелуи. Древние грибы. Ледоцвет. чисто одни грибочки пятые, можно до них добежать. А здесь вон пятые грибочки. Грибочки самые полезные в травмичество. Так как с них крафтятся фласки, по пути можно и гротезию забрать. Этот мешок ближе чем тот. Ага, мешок. Если там появился мешок, я бы его понес. Потому что он ближе чем самый дальний слева. собираем грибочки. И в принципе нам тут больше ничего не нужно. Бежим обратно. можно сэкономить время, так как у нас здесь есть кипарис. Злые мобики. Так как у нас тут кипарис, возможно появится мешок, чтобы нам не бежать вот так вот за дальним мешком. Мы отнесем лучше сейчас этот мешок. Но это при условии, повезят и он здесь попадет. Ни хрена тут нету. конечно плохо. Но можно было не бежать за этими грибочками направо, а сразу бежать в левую часть, относить оставшиеся два мешка. Тем самым у вас было бы в запасе побольше времени. Бежим именно за дальним мешком. Обычно если везет с мешками и они появляются поближе к базе, остается в запасе в среднем минут пять, наверное, после обновления. То есть его мешки все четыре относите и у вас пять минут на запасе, чтобы повторно почистить локацию. лучше ставить на землю, хотя можно убежать их. Лучше поставить, так как мобов все равно убивать нужно. Еще есть одна особенность, когда вы поднимаете мешок, если даже рядом мобов не было, они бывают прям появляются именно в момент подъема мешка. специальные такие затруднения создает. В среднем, если делать все быстро и хорошо, у вас получается под конец примерно 17 жетонов. но бывает, что мешки иногда хреново пропают в самом далеке и тогда жетонов, конечно, поменьше. В среднем 9-10. именно при хреновом раскладе. Вот так обычно штучек по 15. Посмотрим, сколько сейчас будет. Дальше я бегу по второму мостику после обновления и забегаю сразу в пещеру. Опять же, вы можете не собирать светотраву, а после обновления, например, проверять карту на наличие грибов 6-го уровня и бежать целенаправленно собирать грибы. Даже повторюсь, самое полезное в профи это именно грибочки. В пещере грибов никогда не бывает, поэтому в пещеру вы можете скипать. Я просто показываю, как я вот фармлю стандартный маршрут. целенаправленно грибы я не собираю. Как бы стандартный вопрос, сколько всего голды получается. За один проход примерно 170-200 голды с травничества. на мой взгляд, побыстрее, чем платиновые поля, ой, чем куб и в плане голдишки тоже больше. Поэтому я предпочитаю лишний раз профу покачать, нежели сходить в куб. Здесь можно проверить рядом портал. Там обычно бывают грибочки, но сейчас нет. Если там 6-е грибы, обычно я захожу в портал. Сейчас просто пробегаем при удачном раскладе обычно получается полностью круг после пещеры сделать и вернуться на базу. То есть полностью вот здесь я все забираю и возвращаюсь на базу. Это при хорошем раскладе. Даже когда завершился таймер, все равно продолжайте бегать. Вот сейчас 11 жетонов получили. то есть таймер закончился, у нас еще есть дополнительные 20 секунд. Можем успеть собрать еще пару ресурсов. шестая травка не успел. как-то так. Соло платиновые поля. В принципе все рассказал, ничего не забыл. Пользуйтесь на здоровье. Пока что травничество дает неплохо голдишки. Посмотрим, что будет дальше с ценами. на этом все. Всем удачки позитива. Не забывайте подписываться, бахать лайки и заходить на стримы. Люблю, целую. Концовочку я по-прежнему не придумал. За лютеран.